Доброе утро, доброго вечера! Спасибо, что вы на «Импакте» вместе с нами, программа «Влияние», и я буду вести эту программу. Обещал вам, что предоставляю Нелю Мертис, Неля, приветствую. Доброе утро! Рада вас приветствовать, дорогие слушатели, дорогие телезрители. И для меня это честь быть в Америке и служить народу Божьему в телевидении. Здорово, но ты не забываешь, что ты служишь также для Европы сейчас. Для своей собственной страны, которая, я думаю, спит. Да, ну, а, кстати, нет, почему? В Украине и в России прайм-тайм сейчас. Сейчас у них прайм-тайм, хорошее время для просмотра. Поэтому спасибо, Неля. Мы были и есть благословены, вчера у нас была с тобой интересная беседа, сделали экскурс в твою автобиографию, те чудеса, которые Бог являл в твоей жизни, даже до последнего дня, так сказать, до последнего года. Поэтому, друзья, если вы пропустили программу вчера, то есть вы потеряли много, но не все. Все наши программы, они выставляются на YouTube и на сайт телеканала impacttv.tv. Наверное, я попрошу тогда, периодически мы будем выставлять адрес нашего сайта, с тем, чтобы вы могли, возвратившись, удобное для вас время, просмотрели любую из наших программ, даже, в частности, с Нелли Мертес. Итак, Неля, мы будем говорить сегодня о личности Духа Святого, водительства Духа Святого, вначале личность Духа Святого. Идут дебаты, наверное, по сегодняшний день между евангельскими родственными нашему течению, деноминациями, о том, Дух Святой – это личность, это сила, это ветер. Что это такое? Давайте определимся, что говорит Библия о Духе Святом. Коротко хотелось бы показать, какие имеются представления, чтобы сравнить с библейской позицией. Видите ли, Юрий, Дух Святой и тема о нем рассыпана по всему Евангелию. И так как мы понимаем, что Дух Святой – это личность невидимого порядка, то очень трудно определиться по логике человеческой, кто это или что это. Это небесная волна, которая прикасается нас, потому что понятие Дух включает нас в сверхъестественную сферу. Дух плоти и костей не имеет, мы знаем. Поэтому люди имеют представление о том, что Дух Святой – это некая энергия, которая витает в воздухе, которая приходит к человеку, поддерживает, вразумляет, исцеляет. Некоторые думают, что Дух Святой – это как теплое облако, потому что, когда Дух Святой приближается, прикасается к человеку, люди чувствуют, что тепло наполняет их, и они говорят, Дух Святой – это как теплое одеяло. Реакцию они выдают за факт. Некоторые говорят, нет, Дух Святой – это божественное облако, которое спускается на человека. Некоторые говорят, нет, Дух Святой – это личность, но она не такая, как Иисус, потому что Иисус проявил все категории личности, все характеристики личности мы можем просмотреть в Евангелии. А вот мы не наблюдаем, что Дух Святой имеет все категории личности. Но давайте определимся, что такое личность, как мы определяем личность. Давайте посмотрим о себе. Мы – личность. Личность имеет пять характеристик. Мыслит, говорит, имеет волю, имеет чувство, имеет способность дизайна. То есть есть свойства личности, которые определяют, ты – личность или ты – не личность. Каждый человек имеет эти пять атрибутов. Невозможно, чтобы кто-то что-то исключал, иначе мы были бы не личности. А теперь определимся, почему мы – личности. Мы – личности, потому что мы – производная Бога. Был момент, когда Бог вдунул Дух в Адама, и стал он кем? Душой живой, говорит Библия, или личностью, произведенной от Творца. Поэтому мы имеем ту же субстанцию, как Бог. Мы имеем Дух внутри себя. Дух – это наша личность, это наше определяющее, это наше естество. Наш Дух имеет эти пять характеристик. Давайте посмотрим, Дух Святой имеет эти категории или нет. Конечно же, да. Только понятия эти рассыпаны по Библии. Мы сейчас просто соберем, подтвердив несколькими местами Писания. Иисус, как личность, имел все эти характеристики, потому что Он был Бога-человек и проявил себя как человеческая личность и одновременно как божественная личность. Бог, конечно же, имеет эти качества, потому что Он и произвел их. Мы его производная, мы часть его естества. Наша человеческая субстанция, то есть наш Дух, обязательно воплощает все эти качества в жизни постоянно. Мы как бы проекция Бога, как отражение зеркальное. Поэтому доказывать, что Бог мыслит, говорит, имеет чувство, будет смешно. Но мы можем посмотреть это на личности Святого Духа. Итак, Дух Святой, мыслит ли он? Да. Павел подчеркивает 8.26, ремлянам 27. Испытываешь же сердце. Только Бог знает, какая мысль у Духа. То есть он мыслит. Если у Духа Святого есть мысль, значит, у него есть мыслительная деятельность. Раз у него есть мыслительная деятельность, значит, у него должна быть способность передачи своих мыслей, способность речи или способность на каком-то другом уровне, на какой-то другой волне говорить. Итак, мы мыслим и говорим, Дух Святой тоже говорит. И он говорит многовекторно, много вариантов, много предложений, много волн, так сказать, которыми разговаривает Дух Святой вместе с нами или нам. Не только. Написано, Дух же ясно говорит. Если он и говорит, он говорит очень ясно. Я не верю, и не то что не верю, не доверяю пророкам, которые туманно и неясно передают. Абсолютно я с тобой согласна, Юра. Те, которые претендуют на служение пророка, такое какое-то непонятное. Вот так говорит Господь и пошло-поехало, и ты не знаешь, Господь или не Господь, и подвергаешь сомнению. Написано, Дух же ясно говорит. Всегда, когда Дух Святой говорил мне, он всегда говорил ясно, не туманно, не завулированно, не скрыто, полускрыто, не какими-то непонятными действиями, написано Дух же ясно говорит. Мы эту тему обязательно будем рассматривать завтра, водительство Духом Святым. Почему я говорю многогранно или многовекторно? Потому что написано, что есть много даров. Дух Святой говорит через дар слова знания. Одна волна, так сказать, радиоволна. Другой дар, пророческий дар, другой вариант. Все тот же самый Дух производит эти вариации откровений. И поэтому можно сказать многовекторно. Дух Святой может дать видение через другую волну. Дух Святой может дать истолкование. Но сейчас мы просто говорим о личности. То есть первое мыслит, второе ты подметила, говорит, третье дышит. Почему говорит? Подчеркивает Иисус Христос, 3 глава, 5 стих Иоанна. Голос его слышишь. И так же написано, когда вы будете вызваны к правительству. Не волнуйтесь, потому что Дух Божий будет говорить вам. И так много текстов, подтверждающих, что Дух Святой говорит. Теперь он имеет волю. Тоже подтверждающий текст. 12 глава 1 Коринфянам, 11 стих написано. Что дары, о которых указано ранее, производит Дух Святой. И так он, как ему угодно. Слово «угодно» означает наличие воли. Мы добровольно сюда пришли. Мы добровольно занимаемся деятельностью для Иисуса Христа. Мы добровольно служим Иисусу. И так у нас есть выражение воли. У Духа Святого тоже есть выражение воли. Он определяет, кому какой дар дать. Как проявить себя через данного человека, через данную личность. Он имеет волю, кому какой дар распределить и как его выявить. Потому что также сказано о дарах, пророческие дары или дары исцелений. Значит, многограммное выражение Духа Божьего. Он очень многогранен. Можно даже сказать, целая панорама его выражения. И третье. Он имеет способность дизайна. Так же, как мы творим. Ну, мы, конечно, можем и натворить. Но мы творцы. Потому что мы созданы по подобию Божьей. Мы много творим в жизни. Хозяйка на кухне творит. Вы здесь занимаетесь творческой деятельностью. Дух Святой творит. Когда мы возьмем еще раз этот же самый текст, написано, Дух Святой производит дары, как ему угодно. И так мы видим выражение его деятельности в разной гамме красок. Ну, творит даже в первой книге «Бытие» говорит о том, что он творил. Абсолютно. Я это обязательно подчеркну. Он творит чудеса и знамения разного порядка. Он даже не повторяется. Есть дары исцеления глаз. Есть дары так выражены. Есть так выражены. Каждый служитель исцеления видит свой особый образ действия Духа Святого в нем. Даже я вижу. Пророческие дары имеют много направлений. Я тоже учу в этом вопросе, потому что Дух Святой по-разному себя проявляет. Итак, Дух Святой имеет волю, имеет способность дизайна. И первая глава, да, написано, что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий витал над водой. Друзья, я постоянно буду говорить новые переводы, потому что я рассчитываю на широкую публику. Ну и плюс к этому, Нелли, ты говорила о том, ты перечисляла о представлении человека относительно Духа Святого буквально 10 минут назад. И стоит отметить, что есть ортодоксальная часть христианства, православная и католики, которые очень мало, если вообще, не имеют никакого представления о Духе Святом. Общаясь со многими из них, особенно в странах СНГ, на вопрос, что вы знаете. Мы, говорит, знаем, что такое Троица. Батюшка временами в церкви говорит слово Троица. Размытое представление. Это было неоднократно. И когда я пробую со своим собеседником углубиться в эту тему, они начинают плавать. Они вообще не представляют, что они вообще не представляют. Поэтому для этой ветви то христианство, как мы говорим, именуемо себя православными, кривославными или какими славными. И будет вот это также обращение наше, наша беседа о том, кто такая личность Духа Святого. Поэтому продолжай, Наля. Друзья, нам очень важно осознать, я пятую категорию сейчас назову, нам очень важно осознать, что любая энергия должна иметь источник. Мы не можем говорить о некой оторванной от источника энергии Духа Святого. Дух Святой Личность. И как личность Он проявляет силу, находящуюся в Нем. Творческую силу, о которой мы говорили в бытие, что Дух Божий витал над водой или насиживал над водой, значит, Он творил. Можно сказать, что Бог работодатель, а Дух Святой производитель. Для простого сравнения. Потому что Бог сказал, и Дух Святой производил. И сказал Бог, и Дух Святой производил. И так Дух Святой производит и в нашей жизни. Так что мотор производит энергию, но энергия не может жить отдельно от мотора или не присоединяясь к электричеству. Энергия всегда имеет источник. Так что если мы говорим о силе, которая к нам прикасается, мы должны осознать, с какого источника к нам прикасается сила, потому что есть и злые духи, которые тоже могут послать свою силу, свою энергию, и чтобы определиться, к кому я подключен, к какому электрическому или духовному источнику я подключен, нам нужно знать, с кем мы имеем дело, от кого мы родились. Если мы родились от Бога, написано Духа Божьего, то Дух Божий наполняет нас. Если мы не приняли Иисуса Христа как личного спасителя, не родились свыше, мы не можем принять Святого Духа, потому что Дух Божий, Святой Дух, может наполнить сердце, рожденное свыше. Мы должны уже войти в Семью Божию, чтобы Дух Святой получил шанс и возможность наполнить нас. Итак, пятая категория. Когда Христос написано Дуну и сказал, примите Духа, что он имел в виду? Он своих учеников собрал для того, чтобы послать их на миссионерскую деятельность, и сказал, примите Духа Святого. Это не было крещение Духом Святым? Да, я понимаю, что это был фактор, повторенный многократно в Старом Завете, когда Дух Святой сходил на пророков, на царей, на священников, пребывающий на них Дух Христов. Поэтому Дух Святой сошел для них для того, чтобы они действовали в силе. Но Иисус тут же подчеркивает, он с вами пребывает и в вас будет. Будет. Значит, есть вторая ветвь, углубленная. Это в будущем он сказал, будет. Да, будет, придет. Это был день Пятидесятницы. И он тогда пришел в день Пятидесятницы. Пятое качество чувства. Мы имеем чувства. Бог имеет чувства многогранно, это выражено Бог любовь. И Дух Святой тоже имеет чувства. 4.30 Ефесян нам написано. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Оскорбиться может только личность, имеющая чувства. Кроме того, сам фактор, его название, он утешитель. Робот не может быть утешителем. Эта личность может утешать. Не оскорбляйте, не угошайте Духа Божия. Написано о радости Духа Святого. Итак, Дух Святой имеет эти пять атрибутов. Теперь очень важно знать. Хорошо, мы познакомились с ним как с личностью. Есть ли необходимость, чтобы эту личность принять в наш Дух? Я часто спрашиваю людей, дорогие люди, как вы считаете, куда вошел Дух Святой? В ваше сердце, в ваше разум, в ваше физическое естество или, может быть, в кровь? Люди теряются. Какое цвет? Теряются. Я буквально вчера спрашивала, было 10 ответов. И это была Пятидесятическая церковь. Мы должны осознать, что Дух Святой входит в естество себе подобное, в наш Дух. Я им предоставила сравнительный пример. Говорю, если делается трансплантация сердца, ваше больное сердце куда-то отправляют на свалку, потому что оно уже не функционирует, а вам заменяют сердцем, может быть, даже пьяницы, который сейчас умер на дороге. Где же делся Дух Святой, если вы говорите, он у меня в сердце живет? В нашей мышце он ничего не имеет общего. Он поселяется в наше естество, в наш Дух. Почему люди так отвечают? Я скажу тебе. Потому что есть ассоциация в Новом и Старом Завете, когда говорится сердце, имея в виду Дух человека. И когда говорится Дух, имея в виду сердце человека. То есть из-за этого встречается не то что конфуз, а недопонимание, что все-таки сердце — это Дух или не Дух, а Дух — это сердце или не сердце. Я думаю, есть еще одна параллель. Написано «из чрева потекут реки воды живой». И люди осознают, что божественное естество сосредоточено где-то здесь. Но Дух Святой входит в наш Дух. Конечно, мы ощущаем чувство души вот здесь, в этой области сердца. Хотя если говорить вообще о нас, как о храме Святого Духа, то, конечно, написано, что мы являемся храмом Святого Духа. И люди думают, что храм все-таки наше сердце. Абсолютно нет. Потому что Библия подчеркивает, что мы целиком, все наше тело, вся наша душа является храмом Святого Духа. И наш Дух — это главное. Итак, Дух Святой, поселяясь в наш Дух, распределяется во всем нашем физическом естестве. Потому что наш Дух и в ногтях, и в волосах, и в ушах везде. Совершенно. То есть не может быть его чуть-чуть здесь, а здесь совсем нет. В процентуальном отношении никак. Не может быть. И тем более есть вот еще такая загвоздка. Написано «немеруй, дает Бог Духа». И я людей спрашиваю, предположим, у тебя 3%, у тебя 15%, у тебя 20% Духа Святого. Дух Святой не может распределиться процентуально. Он вселяется цельным естеством, он индивидуум. Он не может тебе отделить ухо, тебе ногу, тебе волосы или что, если распределяя образ человеческий. Он вселяется в нас цельным естеством, вселяется в наш Дух. И как наш Дух распределен в каждой клеточке нашей физиологии, также Дух Святой распределяется в нас целиком. Но не меру, и может быть еще плюс толкования о том, что это говорит о объеме полученного от Духа Святого служения. Или действия силы. Или действия силы. Чуть больше, кому-то чуть меньше, кто-то более глубже и более, ну, многограннее в служении, кто-то менее. То есть это также может быть относительно меры Духа Святого во мне. И по мере, как мы говорим, по мере моего углубления, по мере моего становления как духовная личность, по мере моего возрастания в Духе Святом, он добавляет, добавляет. То есть меру добавляет. Это как мы демонстрируем, как в стакан воды. Он добавляет, добавляет. Есть такая демонстрация проповедников. И вода наливает. Потом идет уже переполнение. Ну, продолжай. То есть есть исполнение, переполнение. Поэтому относительно меры, дающего Духа Святого, к тому, что ты сказал, я также прилагаю толкование о том, что это относительно его проявления в моем служении. Оно может увеличиваться или наоборот умоляться. Почему я могу его умолять? Он мне дал много, а я его консервирую, я его глушу в себе. И так долго продолжаться не может. И Дух Святой или оставит, или уйдет, или передаст эту свою меру другому, продолжаемому. Конечно, Дух Святой цельная личность. И вселяясь в нас, он вселяется как индивидуум со всеми своими возможностями. Поэтому людям, которые говорят, я получил Духа Святого, но я не говорю на языках, я им объясняю. Дух Святой цельная личность, он проявляет все свои качества. Ты просто не даешь Духу Святому шанс проговаривать через тебя небесные речи. Ты знаешь, что очень многие динаминации в Америке, баптистские динаминации, я открою огромный секрет в эфире сегодня. Огромный секрет, который я не говорил раньше. Очень многие баптистские динаминации, они даже не меняют слово баптист со своей церковью. Они говорят на иных языках. В том числе и католики, да, я знаю, что и в Германии многие люди начали говорить на иных языках. Поэтому то, о чем ты говоришь, это как раз слово Духа в твоих устах для многих зрителей наших, славянского толка, славянского сегодня, которые говорят, нет, 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 вот мы или баптисты, или методисты, или еще какие-то исты. То есть это нормально, это нормальная практика в американской среде. Мне в Корее, хотя даю больше времени тебе, но для тебя лично, потому что наши зрители об этом уже единожды слышали. Когда однажды, находясь в Корее, ты, наверное, тоже была в Корее. Вот последний раз, когда мы были в Корее с нашими друзьями, нас подвезли к огромному зданию, огромную территорию около Сеула. Когда мы подъезжали, мы услышали гул. Вот гул, как будто шум ввод многих, так написано даже в Писании. Я нашему гиду говорю, что это такое, один из пастырей церкви. Говорю, что это такое? Он говорит, сейчас увидишь. И когда мы вошли в здание, мы увидели тысяч 6-7, не меньше, молодых людей, стоящих как селедка, набитых. Настолько плотно было все, что мы с балкона вошли, и мы дальше не могли пройти. Столько народу было, молодых людей, очень громко молились. И когда мы вышли, я говорю, что это, какие-то пятидесятники, харизматы? Он говорит, нет, это баптистская церковь. Я говорю, как баптистская церковь? Да, говорит, 200 тысяч членов. На сцене стоял молодежный пастырь. И говорит, это баптистская церковь. Я говорю, постой, постой. Я же слышал, и не только я, они молятся все на иных языках. А корейц улыбнулся, говорит, Юрий, я знаю, говорит, что ваши русские баптисты, говорит, они не молятся на языках. Но корейские баптисты молятся на иных языках. Поэтому, это я к тому, к тому, о чем ты говоришь. Это нормальная практика. Продолжай. Очень важно, чтобы мы определились с его качествами. Тогда и вопросы, нужно ли нам говорить на языках, исчезнут. Я людям объясняю простую вещь. Если я вхожу в территорию, я не могу оставить голос за дверями, потому что все мои атрибуты идут вместе со мной, они внутри меня. Если Дух Святой, как Личность, входит в меня, он не может оставить речь за дверями. Он проявляет себя. Проблема только во мне. Я не позволяю Духу Святому говорить через меня. Смотрите, что написано об учениках, вторая глава «Деяния». Они говорили на иных языках, как Дух давал им проговаривать. Новый перевод, провещевать старый. Кто давал речь? Дух Святой. Речь Духа Святого строится здесь, в носоглотке. Кто ее озвучивает? Я. Я проговариваю. Это разумно. Пока я не начну озвучивать, он не будет ломать мою челюсть, двигать мои челюсти, производить звуки. Я хозяин. Я имею волю. Могу начать молиться на языках. Я сейчас продемонстрирую это. Могу замолчать. Я обладаю собой. Я не обладаю Духом Святым, но я обладаю собой. Могу включить молитву Духа Святого, которая во мне уже вполне оттепно пребывает. Я молюсь на многих языках, может, шесть или семь. Я не знаю. Я не считала. Но очень важно нам определиться, что проговариваю я, мне надо согласиться произносить речь Святого Духа. В чем состоит загвоздка? Мы люди взрослые. И мы привыкли говорить речи осознанные. Вот если я говорю «кружка», закрывая глаза, я вижу фигуру этой кружки. Я осознаю, в своем разуме запечатлилась образ кружки. Что это не кастрюля. Да. Я не представляю в это время слона или бутылку. Я представляю кружку, когда я даже закрытыми глазами это говорю. Когда я говорю речь на новом языке, небесном, или языке Святого Духа, который он использует, любой земной язык, я говорю слова и звуки, которые я не могу перевести, которые я не осознаю и не понимаю. И в моей голове происходит диссонанс. Как это так? Мой ум остается без действия. Он не функционирует в это время для перевода, для осознания. Я говорю сейчас несколько слов. И чё раламэнчо куарэтэдэ. Я произнесла это речь Святого Духа. Мой разум не подключился, потому что он всё равно ничего не понимает. Вот этот диссонанс очень пугает людей. Как я взрослый человек должен сейчас бормотать, что попало. Я говорю, дорогой, ты не будешь бормотать, что попало. Ты же не пьян. Дух Святой даст тебе новую речь, очень важную по своему значению. Потому что написано, что Дух Святой вкладывает свои мысли в речь иного языка или других наречий. И только Бог знает, какая мысль у Духа Святого. Потому что это закодированный текст. Я не знаю, дьявол не знает, от нас обоих это сокрыто. Для меня это помощь, потому что психологически я бы не вынес все те ходатайственные цели и молитвы, которыми Дух Святой обращается к Отцу. Дьяволу тоже не надо знать, иначе он повредит. Ну, твой оппонент возразит сегодня, что в Деянии Святых Апостолов во второй главе... 16 стих? Да, конкретно. Там написано, что каждый из посторонних, слыша молящихся на иных языках, слышал свое наречие. И там перечисляется, представители какого народа там находились в тот момент. Поэтому... Я сейчас объясню два важных фактора. Окей, поэтому твой оппонент сегодня скажет. Мне этот вопрос знаком, да. Совершенно верно. Поэтому я бы хотел, чтобы ты об этом немного поговорила. Что это было дано для того народа, дабы евангелизировать окружающие народы. И когда эпоха или эра первой пятидесятнической, первоапостольской церкви прошла, мир был, видите ли, евангелизирован. Значит, необходимость в тех языках отпала, и это ушло, и Бог забрал эту возможность говорить сразу же знанием какого-то иностранного языка. Потому что можно изучить этот язык сегодня по учебникам. Тебе слава. Такую точку зрения выражают многие динаминации, я многократно это слышала. Совершенно верно. Но есть и другие тексты, поясняющие разницу между тем говорением, то есть провозглашением, который делали апостолы. Тогда больше действовал дар провозглашения для того, чтобы на их языках, на тех наречиях возвестилась слава Божия. Но Павел говорит о нашем молитвенном языке несколько в ином ракурсе. Он говорит, когда я говорю на иных языках, когда я молюсь на иных языках, Дух мой молится, а рядом стоящий человек не понимает, и я сам не понимаю, о чем молится Дух. Очень важный элемент, и важно это запечатлеть себе. Говорит, ты говоришь и молишься на иных языках, и ты хорошо благодаришь. Когда я молюсь на иных языках, я одновременно благодарю, не только ходатайствую, потому что сказано, Дух Святой молит о нас и о святых по всей земле, 8, 26, 27 римлянам. Но не только он молит, не только он ходатайствует о теле Господнем, он еще и славит Бога одновременно на иных языках. Но текст мы слышим, потому что мы можем даже сравнить. Ой, итальянский текст идет, ой, язык похожий на французский, когда мы проговариваем иные языки. Но мы не участвуем своим разумом, однако разум мы не отключаем. Я пою на языках, когда я в кухню готовлю суп, я пою и на языках, за рулем еду, вслух или тихо могу проговаривать. Конечно, я соблюдаю правила приличия, я не молюсь вслух в трамвае, потому что люди не осознают, что происходит. И что делали ученики в Деянии апостолов? Они провозглашали посредством дара провозглашения. А что делаем мы? Мы молимся нашим молитвенным языком к Богу, Дух Святой проговаривает через нас слова для Отца, Почему это происходит? Почему он тайно говорит Богу Духом? И смотрите, Павел подчеркивает, я больше всех вас говорю языками, и мы видим результат. Он больше всех был использован Духом Святым для проявления божественного естества. Он слышал голос Божий, он проповедовал, он творил чудеса. Мы очень мало говорим на языках, поэтому мы так мало видим божественное естество в нашей жизни. Если я хочу пророчествовать, я служу в пророческом служении уже 14 лет, минимум час-два в день я говорю на языках. Пока все разговаривают, я использую этот момент для общения с Богом. Итак, Дух Святой, Личность, который проявил все качества, я не хочу упустить мысль, с которой мы начали, почему важно говорить так много на иных языках? Потому что мы заряжаем себя. В русском языке написано, говорящий на иных языках назидает сам себя, то есть построяет. Это старорусский перевод. В греческом я нашла такой интересный перевод, указано слово «динамис». Говорящий на иных языках заряжает сам себя, происходит самозаряд. Чем больше я говорю на иных языках, тем больше сила Духа Святого вливается в меня, и я становлюсь способным и понять Бога, и слышать голос Божий, и послужить моему ближнему в разных дарах, которые Дух Святой изъявит через меня. Итак, как много нужно молиться на языках? Как можно больше. Я часто привожу пример для людей доступный. Когда я еду на велосипеде, чем сильнее я кручу педали, тем больше энергии собирается в динамик, и тем ярче светит лампочка, в которой передается электрический ток. Чем медленнее я кручу педали, тем слабее светит лампочка. Часто люди говорят, я хочу, чтобы у меня был молитвенник, который бы три часа за меня молился, вот было бы хорошо, я бы был сильный в Боге. Я говорю, у тебя есть этот ходатай? Крути педали, открывай рот и молись на языках. Ты знаешь, что делают в Америке? Нанимают на фуллтайм молитвенников. Известные служители, учитывая свою сверхзанятость в разных проектах, они нанимают молитвенников, оплачивают им полное рабочее время. И задача этих молитвенников только молиться. О них и их успехе. Конечно. Ты не знал об этом? Мы эти функции не находим в Священном Писании. Мы находим совершенно другой образ. То есть я должен это делать? Конечно. Апостол Павел говорит, я говорю языками больше всех, чтобы вам принести благодать больше других. Я лично должен участвовать в процессе Святого Духа. Притом, когда я говорю на языках, очень важно, чтобы я следил за тем, чтобы у меня не было бедной речи. Я должен проговорить все звуки, которые мне дает Дух Святой. Не сжав уста, какие-то два-три слога говорить. Ну вот интересно, молясь, когда сходит Дух Святой, то ли в церковном служении, то ли где-то на молитвенном, где-то индивидуально, в узком кругу, зачастую приходится слышать, как ты говоришь верно, бедную речь, зачастую приходится слышать богатую речь, молящуюся на иных языках. Это зависит, я так понимаю, от того, насколько мы часто упражняем это. Чем беднее и реже мы упражняем нашу молитву на иных речиях, тем меньше, наверное, в нас будет многообразия этого языка, я так понимаю. Я склонна мыслить, что есть еще и другая проблема. Люди боятся что-то насочинять, поэтому не дают свободу Духу Святому произнести все речи. Большинство вот этой проблемы не научены, что мы должны позволить Духу Святому проговаривать больше. Они получили 2-3 слова и на этом держатся, как бы пробивают колею. Поэтому чем я занимаюсь, я учу людей говорить на многих языках, я помогаю им сдвинуться с этой мертвой точки, потому что они встали на эту колею и мне подсказали, что вы можете больше произнести слов, а бояться самодеятельностью заниматься. То есть мы не должны бояться самодеятельностью заниматься, потому что это не самодеятельность. На самом деле мы просто позволим Духу Святому произнести в массовом количестве новые звуки. Прежде чем ты пойдешь дальше, позволь еще один вопрос. Когда многолюдное воскресное богослужение. Есть те из служителей, которые склонны учить свой народ и даже запрещать свой народ, я говорю, относительно пятидесятнического служения. И говорят так, много молиться в воскресном служении, много на языках не стоит, потому что должно быть место многим проповедям. Должно быть 4 или 5 проповедей, а ты же понимаешь, это по 30 минут. Должно быть место харам, должно быть место там сольным номерам, стихотворениям, стишкам, вершкам. Всему должно быть место. И если мы час проговорим на иных языках, значит мы не дадим место другим проявлениям, другим талантам и способностям, упражняя молодых людей в этом. Поэтому может ли быть такое нормальное или правильно ли это практика с точки зрения Писания, когда мы можем целый час молиться на иных языках? Или это только лишь достояние того богослужения, когда по-особому кто-то сказал слово, и вот все зажлись, так он взорвал дух, и все замолились. Потом прошла эта волна, снова мы молимся по 20 секунд на языках. Пожалуйста, можешь ли ты, вот как ты практикуешь твоим служением? Все зависит от того, кто хозяин богослужения, творчество или Дух Святой. Если творчество и программа хозяин богослужения, то мы можем сразу замолчать. То есть ты из-за духовного беспорядка? Да, о котором пишет Павел в 14 главе. А ну-ка. Смотрите, Павел говорит, если я приду к вам, я понимаю, что речь идет о кафедре, и буду вам провозглашать на новых языках, там, полчаса или час, я не принесу вам никакой пользы. Совершенно верно. Поэтому я обучаю вас на вашем языке, преподношу истину на знакомом вам языке. А когда я прихожу в богослужение, мы вместе сливаемся в молитве, песнопении, поклонении на духовных языках, это приносит огромнейший результат. Мы поем на языках по три часа у нас на собрании. Конечно, на воскресном богослужении больше 40 минут у нас нет возможности петь, хоть немножко оставить время для проповеди, потому что проповедь тоже где-то займет 40 минут. Но когда приходит большая волна помазания, люди не останавливаются, они могут петь полчаса на языках. Важно предоставлять свободу Духу Святому. Проповедь не сделает то, что сделает пришедший Дух Святой, потому что он хозяин общины. Написано, Иисус пастырь и начальник, а Дух Святой должен управлять богослужением. Мы должны соглашаться с тем действием, с тем вдохновением, с той волной, которая приходит через Святого Духа. Потому что чем больше поклонения на языках, пения или просто молитвы на языках, тем больше действий пророческих даров, действий исцеления. Люди в рядах исцеляются, не нужно возлагать руки, потому что приходит Дух Святой и взрывает божественное естество во время богослужения, божественную славу. Итак, идем в тему дальше. Очень важно нам определиться, для чего нам нужен Дух Святой. Есть разные представления о важности, необходимости. Давайте посмотрим по Писанию, какие грани или какие важные столбы поставил Дух Святой или поставил апостол Павел, указывая о крещении Духом Святым. Нам нужно крещение Духом Святым, указал первую цель Иисус. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Нам нужно принять силу. Уже целей очень много, причин очень много. Для победы над собой, над грехом, для исполнения воли Божьей, для слышания голоса Божьего, для руководства. Для того, чтобы являлись все другие дары, для того, чтобы евангелизировать, там указана цель. И проповедь Евангелия. Да, для евангелизации указана цель. Но и внутреннее преображение – это только работа Святого Духа. Я не могу преобразить свой характер, хоть бы я как бы старался держать себя в ежовых рукавицах. А где психологи? Говорят, обращайся к психологам. Конечно, есть естественные советы, но люди могут говорить о решении проблем без утешения, без поддержки силы. То есть форма самовнушения. Я могу внушать себе, нет, у меня нет рака, у меня нет рака, но у меня опухоль на ноге. Что мне нужно сделать? Мне нужно применить нож, операцию, скальпель, чтобы отрезать эту опухоль. Я могу внушать себе, у меня нет обиды, ничего, все хорошо. Да, конечно, мне может кто-то где-то раз пять изнасиловал, но я как бы это забыл. Невозможно это забыть без исцеления Святого Духа. Дух Святой приходит в нашу душу посредством молитвы на новых языках. Он исцеляет наши раны, он избавляет нас от воспоминаний, от напряжения, от горечи униженного состояния. Он избавляет нас в том числе от бесов, которые могли ворваться во время насилия. Дух Святой освобождает нас, потому что Иисус сказал, бесов изгоняйте в 16 главе Марка. И почему он так сказал? Он сказал, это для народа Божьего, для учеников. Это не значит, что мы должны идти в мир и там освобождать всех от бесов. Нет, в церквях достаточно проблем, где люди атакованы, обременены бесами, потому что они пережили очень экстремальные ситуации в своей жизни. Бесы ворвались с них во время шоковых состояний, аварий, унижений, разных форм оккультизма. Поэтому, когда мы, видите, чуть-чуть ушли на другую тему, я две минуты займу. Когда мы приходим ко Христу, Иисус прощает всякое беззаконие. Иисус омывает нас своей кровью, наш Дух омывает. То есть там полная свобода, где Дух Господен, там свобода. Да, наш Дух полностью рождается свыше, полностью преображается. Новое творение во Христе Иисусе. Но кто пострадал? Пострадала наше тело и наша душа. Поэтому вот эти две стороны нашего естества надо исцелять. И освобождать от бесов, которые ворвались из-за этого ужасного момента. И ты говоришь о том, что доминация Духа, она может проявиться в доминации над другими ипостасями, над телом и над душой. Вот если освобожденный Дух, если мы говорим, что в Духе живет Дух Святой, в нашем Духе. Хотя, ну, есть разделение этого. Мы вначале об этом говорили. Поэтому если мой Дух, как ты перечислила выше, освобожден, очищен, прощен, и все компоненты вместе взятые, что играет большую роль, то есть этим самым он доминирует над всем остальным. Мы можем так говорить или нет? Библия так говорит. Слово Божие говорит. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Кто познает истину? Наш Дух. Наш Дух впитывает истину. Но истина имеет много направлений. Истина о крещении Духом, истина о водном крещении, истина об исцелении, истина об изгнании беса. Ословий. Ословий и так далее. Много направлений. И так нам советуется познать все пункты истины, все направления истины, в том числе об освобождении нашего физического естества от интервентов бесовских. Они нам не нужны, когда мы в христианской жизни. Они удерживают познание истины. Они удерживают нас от славы Божьей. Они удерживают даже исцеление. Я очень много случаев знаю, когда люди были подвержены бесовскому влиянию через оккультизм в прошлом. Они пришли к Иисусу, их дух обновился, но в теле все еще жили интервенты, которым они отдавали себя на служение. И очень разумно обратиться сегодня к православным, так называемым верующим. Почему говорю так называемым? Не сочтите это за обиду. Нас смотрит ряд католиков, и особенно в странах СНГ много православных, которые настолько к стыду нашему или к вашему погрязли в оккультных науках. Здесь по воскресеньям в православную церковь идет или в католическую, а затем идет к гадалкам, бабушкам, шептунам, говорунам. Я одному прямо задал вопрос, а что же батюшка об этом говорит? Относительно того, потому что он говорил, я был там у шептуна, говоруна, и он мне сказал в мою судьбу, что у меня будет то, то и то. Происходить. Происходить. Я говорю, а батюшка, что тебе говорил? А батюшка вообще об этом ничего не говорит. Поэтому очень важный момент или элемент, вот истина того, о чем ты говоришь относительно Духа Святого, что если во мне Дух Святой, вот эти все лжедьявольские, демонские, бесовские мои отношения к шептунам, говорунам, бабушкам, дедушкам, там, ну, в смысле плохом, не в хорошем, вот, те, которые занимаются этой дрянью, то есть если я имею Дух Святой, то мне будет не просто чуждо, оно противно, оно мерзко мне будет, ничего не может быть общего у Света со тьмой. Продолжай. Оно должно быть отрезано. Продолжай, да. Важно, чтобы люди отреклись от своей оккультной практики в прошлом, даже отреклись от боли, которые у них есть. И очень важен второй этап, чтобы был изгнан Дух, который провоцирует эти боли, эти обиды, эти оккультные возможности. Итак, мы продолжаем. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Вторая цель и очень важная цель крещения Духом Святым, «Водительство Духом Святым». Сказано в Евангелии, апостол Павел в 8 главе 14 стихом говорит о водительстве Святым Духом. Все, водимые Духом Божьим, есть дети Божьи. Что такое водительство? Сыны, в смысле. Да, есть дети Божьи. Очень важно, чтобы мы осознали нашу позицию. Если Бог, мой Отец, я должен слышать Его голос, я должен быть водимым Его Духом. Как это определить в практике? Водительство и руководство имеют очень разные значения. Слово «поводырь» сюда бы больше подошло. Если поводырь, то есть видящий человек ведет слепого, он подсказывает ему все детали, проблем на дороге. Поводырь. Он подсказывает, где ступенька, где лестница, где наклониться, где накрениться. И если человек, который идущий с ним рука об руку, все-таки спотыкается, что делает поводырь? Поддерживает его. Вот здесь Дух Святой именно назван поводырем. В греческом «параклетос». То есть идущий бок о бок, как бы к нам приклеенный, который делает вместе с нами, служит вместе с нами, направляет нас. Он не просто дает команды, он содействует нам в выполнении Божьей воли. Ты хочешь сказать о руководителе, это другое? Если Дух Святой дал бы нам просто руководство, мы бы выполнили это руководство по своему плану. Пошли бы той дорогой, которой задумали, сделали бы его повеление в то время, в котором мы задумали, и таким образом Дух Святой и содействует нам, и помогает нам, идя рядом с нами, выполнить волю Божию. То есть есть водительство, есть руководство. Да. Руководство – вот слово Божие. Нам сказано, вот эти заповеди исполняй, вот эти заповеди исполняй, вот эти заповеди, но их исполнить невозможно без силы Святого Духа. Мы не можем из себя, с ниоткуда вынуть силу, чтобы реализовать победу над грехом, проговаривать пророчество. Без Духа Святого невозможно получить откровение. Нужен источник. Конечно, культные силы имеются, которые дают откровение гадалкам, ворожеям, шептунам, но это не наш мир, это сфера бесовская, нам чуждая совершенно. А чтобы получить откровение от Духа Святого, очень важно иметь две важные составляющие. Нужно родиться свыше и нужно быть наполненным Духом Святым. Нужно молиться на иных языках. То есть молитва на языках, потому что ты бегло прошла это, молитва на языках – это наполнение Духом Божьим. Да, наполнение божественной силой, божественным откровением. Чем больше я молюсь на языках, тем больше Дух Святой проявится через меня. Я еще одну деталь хочу все-таки вернуться в прошлое. О говорении на языках. Почему трудно получить иногда людям крещение Святым Духом? Из-за нашего логического мышления. Мы привыкли говорить только то, что мы осмыслим, потом передаем, мы же не пьяны, мы же здравомыслены, мы трезвы. И тут нам предлагается говорить то, что я не понимаю, что я не могу проконтролировать, и тем более я взрослый человек, как я подчинюсь этому эффекту. Дух Святой дает мне в носоклотке речь, беззвучную, а я ее озвучиваю. Написано, разум остается без действия. Я должен однажды с этим согласиться, как бы стать ребенком, поэтому написано, будьте как дети. Я не лишаюсь ума, мой контроль мозга полностью остается во мне. Но я начинаю говорить звуки. Именно я подчеркиваю, дорогие зрители, вам не нужно говорить целые речи. Речь состоит из слогов и звуков. Когда вы попросите Иисуса Христа, чтобы сошел на вас Дух Святой, вздохните просто и говорите звуки. Почему вздыхать? А потому что мы, набирая воздух, можем говорить речь. Вздохните и говорите звуки, которые у вас здесь строятся в носоклотке. Из этих звуков получится предложение и целые речи. Что интересно, что человек сам может получить крещение Духом Святым без всякого внешнего или вспомогательного воздействия. Но это другая тема, но это место. Да, конечно, мы имеем дело с Богом. Иисус говорит, Он есть крестящий Духом Святым. То есть ты хочешь сегодня сказать, обратившись в телекамеру, что наши зрители условием для этого является, ты выше сказала, обязательно быть дитем Божьим. Это принять Господа спасителем своей жизни. То есть исповедовать Иисуса Христа Господом и Сыном Божьим. И ты хочешь сказать, глядя в телекамеру, что человек... Это я натолкнул тебя, я спровоцировал тебя на эту мысль. Ты хочешь сказать, что человек в одиночной комнате, при слышании нашего слова, он может заговорить на иных языках. Да, дорогой зритель, ты прямо сейчас можешь заговорить на языках. Потому что Бога не надо уговаривать, Его не надо разжалобить, не надо упрашивать, чтобы Дух Святой сошел. Он уже пришел. Единственная проблема в тебе. Мы не верим своим, не пропускаем Духа Святого в наше сердце. Как только мы вас зовем и попросим Иисуса наполнить нас Святым Духом, в ту секунду твоя молитва будет выполнена. Поэтому ты вздохни, открывай рот и начинай говорить звуки, которые в тебе произойдет Дух Святой. И польются целые реки, целые наречия. Пожалуйста. Я хочу продолжить нашу тему. Третий пункт. В чем необходимость или цель крещения Духом Святым? Итак, первое, получить силу. Второе, быть водимым Духом Святым. Иметь эту личность рядом с собой, которая поможет нам выполнить всю волю Божию. И быть наполненным дарами Божьими, чтобы в них действовать, функционировать. И третья причина. Нам нужен Дух Святой для конечной цели. Мы все собираемся в небеса. Мы все хотим быть вознесены в Церкви Христовой. И для того, чтобы быть вознесенным, нужен моторчик и нужен бензин, образно выражаясь на нашем простом языке. Нам нужна сила Святого Духа, чтобы личность, которая живет в нас, подняла нас в небеса. Я здесь сейчас сделаю разделение понятий. Личность, живущая в нас, и сила Святого Духа. Дело в том, что если мы когда-то получили крещение Духом Святым и не молимся на иных языках, мы не заряжаемся. Мы не наполняемся его силой. Наличие Духа Святого есть в нас, но он угашен, придавлен, можно даже сказать, обесчестен, потому что мы не позволяем ему проявлять себя. И таким образом мы опустошены. Вы можете себе представить машину без бензина. Машина есть, нет горючего, который бы двигал эту машину. Вот так мы выглядим, когда мы не молимся на иных языках. Мы машина без бензина. Дух Святой как Личность есть в наличии, но он не проявляет себя. Он не молится Отцу о нас. Мы не даем Ему шанса. Мы не даем Ему шанса ходатайствовать о нас. Мы не наполняемся божественной силой. Мы просто как опустошенное дерево. Мы не имеем плода тогда, потому что Дух Святой дает нам силы приносить и плод, о котором написано в Слове Божьем. Плод вашей святость, а конец – жизнь вечная. Поэтому очень важно, дорогие, чтобы мы постоянно молились на иных языках, чтобы мы постоянно заряжались силой Божией, чтобы в момент восхищения Церкви мы были уже настолько наполнены Духом Святым, чтобы Дух Святой владел нашим Духом. Вот это, конечно, результат нашей беседы. Чтобы Дух Святой владел нашим Духом, как хозяин, а не сидел там где-то, образно выражаясь в уголке, без прав, без сил, без движения. Итак, цель Крещения третья – быть поднятым в небеса. 8.11. Кремля нам написано. Этот самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, если Он живет в нас, то у нас что есть? У нас есть тот же самый шанс воскреснуть из мертвых или быть вознесенным в небеса. То Дух Святой, пребывающий в нас, Он воскресит и наши смертные тела, как Бог воскресит наши смертные тела, как Духом Своим, пребывающим в нас. И если Дух Святой не пребывает в нас, как хозяин, может быть, это для вас ударная волна, то, что я сейчас говорю, но если Дух Святой не хозяин в нашем естестве, у вас есть прекрасная возможность остаться на земле во время восхищения Церкви. Потому что из-за того, что мы никогда не подчинились Духу Святому, никогда не наполнялись Его силой. Мы были отмечены Его печатью, но не остались верными в том, что нам предлагает Евангелие. То есть первый этап, первый шаг мы сделали, будучи запечатлены, обитованы, там написано Святым Духом, но мы не пошли в глубину. И вот это отсутствие того, или то, что мы лишили себя, войдя в его глубину, получив дар Святого Духа со знамениями иных языков, удержит нас от того, чтобы быть восхищенным вместе с Церковью. Я так понимаю? Иисус подчеркивает эту мысль очень категорично. Хотя печать может быть. Да, я сейчас коснусь этой темы печати. Сколько у нас минут? Иисус подчеркивает эту мысль очень категорично. Он говорит о десяти девах, которые, как мы понимаем, христиане. Одни девы имели наполненный сосуд маслом, другие не имели наполненный сосуд маслом. Результат, они остались за дверями. Поэтому Бог показывает нам обязательную необходимость наполняться Духом Святым ежедневно. И тогда, как результат постоянного общения с Духом Святым, вы приходите на собрание, у каждого из вас есть псалом, научение, поучение, откровение. А мы приходим на собрание, у нас ничего нет. Мы думаем, какое же нам зернышко кинет проповедник. На самом деле мы, тело Христово, должны быть в полном объеме, экипированы силой Божией, Божьими дарами. Ты говоришь за идеал. Представь себе, что все в таком динамите... Иисус предлагает нам идеал. В таком динамите все придут в воскресное богослужение. Это Царство Божие на земле уже настанет. Нет, тогда будет первоапостольская церковь. Точно, продолжай. Хорошо. Я хочу вернуться к тому, что Дух Святой, войдя в нас, не может оставить голос за дверями. Поэтому вот ты сейчас сказал о печати. Дух Святой во всем естестве проявляет себя внутри. Поэтому очень важно, чтобы мы молились на языках. И сказано о печати. Языки, суть знамений не для верующих, а для неверующих. Что такое знамение? Это признак присутствия, это образ действия. Я имею знамение того, что Дух Святой пребывает в нас. Но печать, поставленная недостаточно. Надо быть подчиненным Духу Святому. Итак, знамение получил. Встал на стартовую площадку в позу беглеца. И могу остаться там всю жизнь, никогда не побежав и никогда не достигнув финиша. В этом есть большая опасность, что мы очень легкомысленные. О, мы получили Духа Святого, нам ничего не надо, пора спать. Нет, получил Духа Святого, это твоя стартовая площадка. Начинай молиться, начинай действовать. И когда ты будешь много молиться на иных языках, ты будешь исполнен Духом Святым и будешь использован Богом. Но теперь немножко о печати. Печать нашего сыновства, сказанная о Духе Святом. То есть утверждение наших взаимоотношений с Богом. Утверждение того, что мы дети Божьи. Точно. Этот самый Дух свидетельствует Духу моему о чем? Утверждает мои взаимоотношения. Я Дитя Божье. Представим такой пример. Мы в жизни видим, когда ребенка адаптируют с детского дома, его берут на пробное время домой. Они так настроились друг друга любить, что уже называют мамой, папой. Но приходит представитель какого-то бюро или офиса, как вы говорите, и говорит, ребенка забираем. Почему? Уже они так свыклись, так любят друг друга. Потому что в документах не поставлено подтверждение ваших взаимоотношений. Нету печати. Нет юридической печати. Только юридическая печать утверждает ваши взаимоотношения документально. Так что Дух Святой – это как юридическая печать, которая утверждает наши взаимоотношения с Богом. Но одной печати недостаточно. Там есть условия взаимодействия с Духом Святым. Дух Святой проявляет славу свою через нас. Мы должны к этому идти, к этому бежать, с этим согласиться. Даже написано – ревнуйте о дарах духовных. Даль говорит – домогайтесь, непрестанно требуйте, убедительно просите. Ревновать непросто, когда-нибудь вспомнить, что мне какой-нибудь дар бы пригодился. Это значит бежать до победы, убеждать, просить. Конечно, я опять склонна мыслить к этому повороту, вернусь. Бога не надо разжаловить, Он – сама любовь. Но почему нам надо ревновать, чтобы преодолеть препятствия, которые в нашем сознании? Итак, я хочу вернуться к нашему тексту. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете водимы Духом Святым, вы будете вознесены в небеса. Очень важно, чтобы у нас было еще осознание, как прийти к крещению Духом Святым. У нас есть 10 минут, я постараюсь рассказать. Есть 5 минут. 5 минут, я уложусь в 5 минут. Есть 4 пункта, которые вам важно отметить для своей жизни. Чтобы получить Духа Святого, нужно быть наставленным. То, что вы сейчас имеете, наставление о крещении Духом Святым, о его необходимости. Галатам 3, 4 написано, через добродетели вы получили Духа Святого, через делали из закона, или через наставление веры. Конечно, через наставление веры. То есть сколько вам нужно сделать добрых дел, чтобы получить Духа Святого? Вы скажете, ой, я еще иногда обманываю, ой, я еще иногда нервничаю, злюсь, я не могу получить Духа Святого, я недостоин. Дорогие, конечно, вы достойны, потому что у вас наследственное достоинство. У нас наследственное достоинство. Нам не нужно угодить Богу, чтобы получить Святого Духа. Мы родились от Его Духа, мы в Его семье, и поэтому наше достоинство приходит от Отца. Мы достойны принять Духа Святого в первый день покаяния, потому что вы уже принадлежите Божьей семье. Что заслужили наши дети перед нами, что после рождения мы их любим, сюськой меняем пемперсы, не спим ночами. Они ничего доброго для нас не сделали, как только царапаются по лицу, да, и прочие шкоды делают. Но мы их настолько любим, потому что они наше производное, у них наше отцовское наследственное достоинство. Так же самая аналогия, наша с Богом. Так вот, у нас отцовское небесное достоинство. Нам не нужно угодить Богу, чтобы уговорить Его и достигнуть Святого Духа. Нам ничего достигать не надо. Нам надо принять этот готовый подарок, чтобы через силу Святого Духа достигнуть его высоты в действии. Он же и назван даром или подарком. Дар – подарок Святого Духа. Итак, первое, вам нужно быть наставлено. Второе, вам нужно согласиться. То есть поверить. Что значит поверить? 3.14 Галатам написано, чтобы Дух Святой вселяется в веру, в веру вселиться Духу Святому. Значит, я должен принять решение. Мне нужен Дух Святой, я хочу Духа Святого, я без Него жить не могу. Это твоя вера. Согласие. Когда ты соглашаешься, у тебя есть третий шаг – просить. Многие люди говорят, если Богу надо, Он вольет в меня Духа Святого. Знаете, Дух Святой свят, Он никогда не вталкивается в личность или в Дух человека. Нужно принять решение, изъявить свою волю, попросить. Дух Святой, приди ко мне, или Отец Небесный, наполни меня Духом Святым, или Иисус, наполни меня Духом Святым. Есть разные тексты. Так что вы просите, Иисус подчеркивает в 11 главе Луки 13 стих, что если даже вы, люди, будучи злые, можете добрые даяния давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого. Кому? Мечтающим? Просящим. Желающим? Просящим у Него. Поэтому третий фактор и важный фактор. Откройте свой рот и попросите Иисуса, чтобы Он наполнил вас Духом Святым. А потом начинайте говорить звуки, которые сразу придут к вам в ваши возможности. Потому что Дух Святой вселяется моментально, когда вы только об этом попросите. Я слышала, что существует ревнительское собрание, уговаривают Отца Небесного, постятся, молятся, чтобы получить Духа Святого. Это самообман. Потому что в Библии сказано, нигде не сказано о времени просьбы. Написано, попросит, получит. Сразу. Сколько часов наши дети просят у нас бутерброд? Нисколько. Мы сразу им делаем, потому что мы видим, что они голодны. Когда мы голодны по Духу Святому, Отец сразу дает нам Дух Святого, когда мы просим у Него. И последний и важный шаг – принять. Здесь часто включается стопор нашего сознания. Как принять Духа Святого? Что мне для этого нужно сделать? Я уже сказала, никаких достижений делать не надо. Часто нам нужно просто внутренне немножко расслабиться, потому что мы очень напряжены. Мы думаем, что если Дух Святой сойдет, гром и молния произойдет, меня сотрясет, ничего подобного не будет. Дух Святой входит нежно, потому что он нежная личность. Он утешитель, он не сотрясает, он не бьет, он не оглушает. Мы не теряем самообладание. Он спокойно входит в наш Дух и дает нам жажду, потребность, убеждение, внутреннее вдохновение, чтобы мы начинали говорить на иных языках. Поэтому иногда я людям говорю, чтобы тебе снять твое напряжение, возьми, сделай движение рукой. Скажи, я принимаю Святого Духа, потом вздохни и начинай говорить звуки. И моментально люди говорят на языках. Чем больше я усложняю подход к Святому Духу, процесс, конечно, тем тяжелее людям получить его. Тогда, когда результат, он прям мгновенный. Ну, наверное, пришло время нам оканчивать. Если бы так суммируя и в двух словах, для того, чтобы войти в его семью, надо быть рожденным от Духа. Для того, чтобы быть полноценным христианином в его семье, надо быть крещенным Духом. Можно еще деталь скажу? Для того, чтобы быть эффективным христианином, надо водительство и руководство Духа. Поэтому, суммируя рождение Духа, крещение Духом, а затем водительство и руководство Духом, вот эти составляющие или компоненты, как ты говорила, они очень важны. Последние, пожалуйста. Я только текст Писания хочу напомнить. Потому что вы сыны, Он послал сердца вашей Духа Святого, который вопьет Аваочи. Вы уже достойны благодати и подарков Божьих, потому что вы сыны. Поэтому не напрягайтесь, согласитесь, чтобы Дух Святой вошел в ваш Дух и сделал вас полноценными христианами. Это сильно, это здорово. Друзья, поэтому завтра мы продолжаем эфир. Завтра эфир, то есть в среду вечерний, он будет вечерний прямой эфир. С шести до семи Тихоокеанского времени. Спасибо, наверное. А водительство и Святым Духом? А водительство. Мы продолжим, это потрясающая тема. Потрясающая, она простая, но в этом простом так много истин и глубин заложено. Помните, Иисус Христос любит вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». Будьте благословены. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Духом 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 Дух